Здравствуйте, братья и сёстры! В эфире православная программа Екатеринодарской Кубанской епархии «Отчий дом». Поздравляем вас с наступившим постом, который продлится 40 дней и завершится светлым праздником Христового Рождества. Сегодня мы познакомим вас с событиями, которые произошли в нашей епархии в минувшие дни. Накануне поста в Краснодаре прошло епархиальное собрание, архиереи духовенства, в числе которых благочинные церковных округов, настоятели и штатные священники приходов подвели итоги уходящего года. Как живут церковные благочиния, близкие и дальние приходы, какую работу ведут и что меняется в связи с проведенной работой. Эти и подобные темы стали предметом обсуждений в зале. В Екатеринодарской духовной семинарии зарождается славная традиция празднования памяти её небесного покровителя, святителя Иоанна Слатоуста. 26 ноября по новому стилю, в День памяти представления святого, состоялся актовый день семинарии. Торжества начались утром Божественной Литургии и продолжились в зале Кубанского казачьего хора. Актовый день Екатеринодарской духовной семинарии приурочили к празднику памяти святителя Иоанна Слатоуста. Этот святой является покровителем Кубанской семинарии, прежде всего потому, что система русского православного образования корнями уходит в традицию византийскую, которая видела смысл человеческих усилий в приобщении человека к Богу двумя путями – путём познания и образа жизни. Продвижитель представляет собой нечерпаемую сокровищницу не только для педагога-христианина, но и для обычного современного учителя или воспитателя. Педагогическая концепция святителя Иоанна Слатоуста – это взгляд на воспитание и обучение. Она была прежде всего ориентирована на священное писание. Торжественная часть праздника проходила в зале Кубанского казачьего хора, где помимо духовенства и семинаристов присутствовали ректоры светских вузов и даже представители администрации. Перед этим владыка-метрополит и владыка-ректор семинарий вместе с преподавательским составом и студентами отслужили в Троицком соборе праздничную литургию. Екатеринодарская духовная семинария была открыта в 2006 году по благословению ныне покойного святейшего патриарха Алексея II усилиями митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора. Для нашей епархии наличие духовного учебного заведения имеет большое значение. Семинария – учебное заведение, где готовят будущих священнослужителей, пастырь, а может архипастырь, диаконский чин. И, конечно, я рад, что Господь помог нам. У нас открыты семинария. И вот уже, видите, слава Богу, она у нас на высоком уровне. Семинария очень нужна, особенно для нашей обширной епархии. До сих пор еще у нас не хватает кадров священнослужителей. Есть приходы, которые еще недостаточно снабжены. Бывает, что здесь два священника, там уже третий, три священника четвертого, пятеро шестого и так далее. А если приходы вообще, ну, открытые приходы, их обслуживает соседний приход, и тогда нужно священник. Приветствовал студентов Екатеринодарской духовной семинарии преподаватель Московской духовной академии протеерей Сергий Елисеев. Задачей каждого духовно-учебного заведения сегодня является воспитание благочестивого, мудрого и преданного своему делу пастыря, мудрого, по слову апостола Павла, как змея и простого, как голод, чтобы не давать повода, ищущим повода, похулить имя Божие. В этом году в Екатеринодарской семинарии был осуществлен седьмой набор воспитанников. В следующем будет третий выпуск. Всего в семинарии обучается 147 человек. С начала нынешнего года в семинарии возобновилась традиция хиротесии, рукоположение в чтеца. Чина хиротесии сподобились 12 студентов-выпускников. Священнослужители и светские педагоги преподавательского состава Екатеринодарской духовной семинарии получили награды за труды на благо духовного образования. Также были отмечены и воспитанники, показавшие хорошие результаты в обучении и отличное поведение. По окончании торжественной части хор студентов Екатеринодарской духовной семинарии исполнил для слушателей несколько произведений, в числе которых были и церковное песнопение, и русские народные песни. В Краснодарском храме Святого Духа недавно прошел не совсем обычный молебен. Острови всех путешествующих, в том числе пешеходов и водителей всех видов транспорта, вместе с духовенством молились и госавтоинспекторы Кубани. Молебны острови путешествующих, посвященные Всемирному дню жертв дорожно-транспортных происшествий, прошли во всех храмах Екатеринодарской и Кубанской епархии. А в Краснодарском храме Святого Духа присутствовать на богослужении выросили желания сотрудники специального батальона ДПС ГИБДД Главного управления МВД России по Краснодарскому краю. Такая встреча священнослужителей с работниками правоохранительных органов сама по себе необычна, а совместный молебен и вовсе первый опыт. Эта инициатива пришла не со стороны церкви, а со стороны работников милиции, работников на транспорте, которые обеспечивают правопорядок. И я думаю, что именно вот это колоссальное количество участившейся ДТП, когда именно мы видим, ну, просто невозможную уже статистику, да, правонарушений, привело к тому, что уже сотрудники милиции обращаются к церкви с просьбой к нашему владыке по его благословению происходит такая первая встреча. Действительно статистика неумолима. Только за 9 месяцев текущего года на дорогах Кубани в дорожно-транспортных происшествиях погибли 957 человек. Днем раньше во всех кубанских храмах по ним отслужили панихиду. А сколько жертв ДТП, которые хотя и остались живы, но получили определенные, иногда и очень тяжелые увечья. Мы сегодня начинаем осознавать разные слои общества, даже профессии люди, да, осознавать, начинаем то, что уже назрела необходимость даже обратиться реально к Богу. Потому что человеческий фактор уже исчерпан. Происходит совершенно беззаконие кругом. И даже работники ГИБДД, они понимают, что только их ресурсом не справятся с этой ситуацией. В свято-духовом храме госавтоинспекторы Кубани вместе с духовенством молились о спасении, сохранении жизни и здоровья участников дорожного движения. Молились о здравии всех путешествующих, пешеходов, пассажиров, водителей всех видов транспорта, в том числе и воздушного. Вообще путешествующих церковь поминает на каждом богослужении. Но есть и специальный молебен. Ведь путешествие – это время особой опасности. Казалось бы, что вот изменится? Вышли люди, сегодня помолились. А что изменится? Изменится сто процентов. Дело в том, что никогда не бывает неполезным для человека прийти в храм Божий. Даже если ты мимолет, даже если ты просто так, даже если ты без веры. Все равно это вот маленькое крохотулечкое веры, зерно, оно будет опущено в благодатную почву. Этот молебен, первый опыт духовенства и сотрудников ГИБДД, сегодня особенно актуален. Из сводок новостей мы почти каждый день узнаем о новых ДТП, авто- и авиакатастрофах, крушениях поездов и так далее. Помолиться о жертвах – как минимум наша обязанность, а лучше сказать – долг. Данное мероприятие проходит по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Исидора и в рамках краевой социальной кампании «Оставайтесь живыми». В день памяти собора Архангела Михаила в станице Михайловской был открыт памятник казакам, погибшим в гражданскую войну 1918 года. На поименовение съехались казачьи общества почти со всего края. Мало кто из кубанцев до Михайлова дня этого года знал о том, что в Курганинском районе за станицей Михайловской есть памятник казакам, погибшим в кровопролитных боях в гражданской войне 1918 года. До очень недавнего времени он находился в безызвестности на Кургане, поросшем кустами и деревьями. Лишь в 2012 году его отреставрировали и на Михайлов день сюда съехались казаки из близлежащих округов, ученики кадетских корпусов и духовенства. Это были первые Михайловские поминовения в истории кубанского казачества. Здесь, в районе станицы Михайловской, летом-осенью 1918 года шли ожесточенные кровопролитные бои. Великие потери были с обеих сторон и полегло в этой земле огромное множество казаков. По рапорту генерал-барона Врангеля, командовавшего добровольческой армией, только за август-сентябрь погибло 2460 казаков. Вечный покой подашь, Господи, всем, где погибшим, казакам, и сотворим вечную память. После возглашения вечной памяти погибшим состоялось возглашение венков к памятнику. На сегодняшний день это единственный в мире памятник, посвященный казакам добровольческой армии. Как простоял он столько лет, не замеченный большевистским взором, неизвестно. Но был он долгие годы в запустении. Отреставрировали мемориал благодаря усилиям духовенства, в частности отца Валерия Коваленко, благочинного Курганинского округа. О памятнике он узнал от одного старожила. Я собрал духовенство нашего храма, всех, кто мог, детей, и мы выехали туда. Ну, работали там много раз, туда выезжали. Ну, самые большие-то были 22-23 марта выезды. Надо было выкосить всю растительность, потому что холм был полностью зарос. Памятника не видно было, стояли деревья. Вот там вы видели, деревья остались немножко. Вот это такие деревья, весь холм был покрыт. Мы расчистили, засыпали ямы, которые разрыли черные копатели. Мы памятника восстановили, штукатурку восстановили, побелку, восстановили крест и повесили табличку. День памяти собора Архангела Михаила выбрали для совершения поминовений потому, что святой архистратик является небесным покровителем станицы Михайловской. В этот же день в станичном Доме культуры состоялся сбор казаков. На сборе присутствовали казачьи общества Лобинского отдела. Около 500 казаков и атаманов заслушали отчеты о работе казачьих обществ. Были обозначены и проблемы, которые предстоит решить для того, чтобы казак являлся таковым не только по имени, но и по всему укладу жизни. К Всероссийскому Дню Матери в Краснодарском крае проходил детский творческий конкурс «Мой ангел-хранитель». О финале конкурса и о том, как готовились к нему ребятишки в районах, смотрите наш следующий сюжет. А я на этом прощаюсь с вами. До свидания. Всего доброго. На белых листах, склонившись над мольбертами, дети выводят фигурки ангелов. Нет, это не иконописная школа. Это детская школа искусств города Крымска. Учащиеся готовятся к краевому конкурсу, посвященному Дню Матери. Тема конкурса «Мой ангел-хранитель» детям Крымска, да и вообще всем его жителям, особенно близка. От страшной трагедии, произошедшей в этом городе, нас отделяет 4 месяца. Но потрясений и убытков хватит еще на несколько лет. К примеру, и эти дети занимаются сейчас в здании Крымского социально-культурного центра, потому что здание детской школы искусств от наводнения пострадало очень сильно. Несмотря ни на что, горожане понемногу оправляются от трагедии. Благодаря помощи социально-культурного центра все учащиеся Крымской школы искусств, а их около 600 человек, приступили к занятиям вовремя, с 1 сентября. Правда, художникам пришлось первое время заниматься на пленэре, пока для них выделили помещение актового зала. Детская школа искусств в Крымске должна была бы праздновать в этом году полувековой юбилей. Здесь занимается много талантливых ребятишек, например, Тимидова Клеопатра. Сейчас она вместе со всеми рисует свой сюжет на тему «Мой ангел-хранитель». А в прошлом году она стала победительницей двух конкурсов по прикладному искусству. Вот этот ангел, гласящий в трубу, – работа Клеопатры. В воскресной школе Крымского Михайло-Архангельского храма тоже готовится к конкурсу, посвященному Дню Матери. Восьмилетний Сережа Щеблыка репетирует с педагогом песню «Мамины глаза». Час начнай, стара май, дома пойдет краса. Вновь со мной, свет родной, мамы моей глаза. Храм Архангела Михаила Божьей милостью остался невредим. Подтопила лишь цокольный этаж, где располагается воскресная школа. Но главное, что дети имеют возможность заниматься в этом здании. Детский творческий конкурс «Мой ангел-хранитель», посвященный Всероссийскому Дню Матери, прошел в Краснодаре впервые. Дети со всего края, учащиеся художественных школ и школ искусств, рисовали сюжеты на тему «Моя мама – ангел-хранитель» или просто «Мой ангел-хранитель». Финал конкурса состоялся в Краснодаре накануне Дня Матери. Помимо участников конкурса сюда были приглашены многодетные семьи и семьи, где есть дети-инвалиды. В Краснодаре есть ряд проектов, посвященных Дню Матери. Детский конкурс «Мой ангел-хранитель» станет еще одним новым проектом. Его проведение стало возможным благодаря усилиям Творческого союза иконописцев Кубани при содействии Екатеринодарской кубанской епархии, Министерства культуры Краснодарского края, Министерства образования и науки края, Министерства семейной политики и других общественных организаций. Развить у детей интерес к православной вере, к русской иконе и к богатейшему духовному и культурному наследию России – вот цели, ради которых был задуман этот конкурс. В праздничном концерте приняли участие детские ансамбли и хоровые коллективы городских и районных воскресных школ и школ искусств. Творческие работы детей были выставлены в фойе кинотеатра «Аврора», где проходил финал конкурса. Эти рисунки и поделки оставались здесь и в самый день праздника, чтобы как можно больше краснодарцев и гостей города смогли их увидеть. Награждение победителей и участников детского творческого конкурса «Мой ангел-хранитель» состоялось здесь же, после окончания торжественной части мероприятия. Ребятам вручили призы и подарки и пригласили принять участие в следующем конкурсе, посвященном Дню Матери. Аплодисменты